библиотека слик мы работаем с базами данных это довольно частая такая задача возникает в приложении какой-то плекешные и база данных мы используем стек play скала для доступа к базе используем слик вот и библиотека сама очень интересная она так ну сложная мощная и ничего раньше этого на не видел вот поэтому я хотел бы поделиться тем как вот она устроена вот и какие там есть пути расширения и как этим всем можно пользоваться так ну для начала я не знаю что все там не все видели пробовали не пробовали может быть кто-то с базами мало работал сначала расскажу вообще как и пользоваться этой библиотекой позволяет описать во первых схему с использованием ну то есть там кал таблицы колоночки индексы первичные и внешние ключи констрейнты позволяет сделать это все на скале чисто то есть просто делать чисто на скале дальше позволяет в крайнем случае если у вас не получилось что-то с помощью шлика сделать пользуйтесь отличным замечательным селектом то есть там вот этот select подставляете параметры ну как доллар да то есть string interpolation все это превращается в нормальный prepaid statement подставляются как параметры этого prepaid statement и все и работает замечательно через обычный gdbc слик по реализует как бы и поддерживает dsl вот этот dsl которую мы пишем на скале причем полностью на скале с типами скаловскими с методами скаловскими с возможностями там использовать трейд там и тогда пишем на скале потом мощный компилятор все это перегоняет в скале работа это все на базе данных вот в частности там какие есть ну понятно обычные select и апдейты делиты которые мы делаем join и outer join и inner join и вставка данных и причем поддерживается вставка не только данных которые у нас программе есть но ему можно написать запрос который возьмет данные за одной таблички там селектами там как их выберет обновь ставим другую все это отработает на стороне базы данных поддерживаются по связь mysql h2 derby по моему поддерживается и поддерживаться вот эти ну и мы сской оракова но они поддерживаются как бы платно хотя есть вроде как даже бесплатные версии этих драйверов так вот пример того как описывается просенький какой пример я его взял значит на тайпси слик разрабатывается зейгером стефан зейгер делает его и он под эгидой тайпсейфа это делает вот и там есть несколько замечательнейших презентаций где все расписано досконально просто у самого слика есть документация но и она достаточно хорошая да но все-таки бывают момент которых там нету вот в презентациях там очень много раскрыты таких вот нюансов значит пример описание таблички вот сдается класс этот класс он соответствует одной строчке то есть не вся таблица это только описывается тип строки у этой строки у нас будет кортеж то есть таки лежит целое число и две строки string string имя таблицы будет вот такое колоночки нашу здесь мы описываем сначала первые три ну где файди name и сити это мы описываем по сути кусочек dsl и мы потом вот этими методами будем пользоваться чтобы формировать наши запросы то есть это больше для нас для слика нужен вот этот звездочка здесь мы пишем уже полностью кортеж кортеж той будущей табличке который у нас получится и этом вот мы описали строку таблички а после этого мы говорим что suppliers объявляем таблица имеющие вот такие строки вот это типа коллекции ну вот с точки зрения скалы вот этот объект выглядит как коллекция объектов вот вот таких вот объектов которого здесь вот квадрат скобочек указан схема описали к базе данных подключаемся ну достаточно просто и в принципе как и везде то есть у нас есть у релька если у нас база на локал хотя то мы пишем там gdbc и имея ссылку на базу данных мы к ней можем подключиться здесь подключение происходит ленивая вы совершенно то есть мы его объявили и совершенно не будет реально установлено соединение пока мы не начнем что-то делать вот на сессе у нас уже есть также поддерживается database pool и там есть какой-то свой используется database pool ну в принципе мы и database pool и легко поддерживается все и вот мы какой-то запрос делали какой запрос написали после этого надо ему выполнить раны мы получим данные оттуда обычная коллекция скаловской будет так как выглядит запрос вот который мы формируем который не ну не коллекция которую мы обрабатываем на клиенте а запрос который пойдет на базу и там отработает вот он как-то выглядит значит вот мы взяли две таблички кофе и здесь suppliers of нету с джоином это отдельно вот значит кофе это табличка вот это у нас условия запроса все это не компилируется на стороне скалы а превращается в expression то есть ну например вот это у нас будет колонка вот она у этой колонка есть метод меньше который формирует binary expression у которого две левая правая сторона то есть вот эта вся конструкция превратится в объектную такое деревце родительские узелы два дочерних узла вот и таким же образом все элементы которые мы сидим пишем на скале и вот этот весь вот этот весь код он формирует дерево то есть дерево будущего потом запроса здесь в ком мы не получим данных мы получим только сам запрос но используются те атрибуты которые мы там объявляли то есть мы объявили метод и вот они эти методы вот здесь мы записываем они возвращают колонку и все вот здесь получается колонки 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 операции все это описать с помощью дерева вот вот здесь происходит магия то есть мы получили этот запрос и он представляет собой несколько когда мы их его выполняем запускается компилятор он ну мы дальше будем немножко не уговорить он его многократно преобразуют оптимизируют там джойны подстановки там все все такое делает и на выходе мы получаем искать который идет уже на базу после этого мы подключаемся к базе сессию передаем все получили результаты сделали маппинг обратный скалу и вот у нас данные здесь так вот как выглядит обращение к базе из gdbc то есть это ну вот мы берем там ищем человека у которого именно поминает какую-то строчку сделали вот такую и скольничек и вот у нас как выглядит обращение к базе вот то же самое в этом слики выглядит следующим образом то есть у нас за счет string interpolation вот у нас подставляются параметры они здесь автоматом берутся и собственно все то есть если мы даже не хотим пользоваться вот продвинутыми возможностями слика то просто даже plain square у нас замечательно работает просто ну правда вот такой аналогичный синдексис есть не только в слики то есть вот остальные системы для доступа к базам они тоже имеют что-то похожее вот а это вот что поддерживается вот беда поддержит кстати даже microsoft access поддержит бесплатно а вот эти поддерживает там наш платная подписка ну по факту вот принципе неплохая база на там в одном файлике все прекрасно так а вот значит это стефан зейгер он практически в одну дуду разрабатывает все это верится верится их то есть там есть несколько контрибьюторов еще но они исчезающие малые по сравнению с ним вот все значит теперь пойдем дальше немножко глубже это как вот он устроен под капотом на пользовательском уровне мы можем использовать один из вариантов dsl а то есть лифтит это то что мы с вами сказали описать описали схему дальше колоночки формируем запрос с помощью for comprehension of ну как как бы сказал коллекциями форма запросы дальше есть них api директ директ то есть тогда у нас вот эта вся компиляция будет проходить на этапе компиляции нашего кода то есть вот мы сформировали запрос а с помощью макросов это все автоматом перегоняется уже хороший запрос готовый к отправке на базу ну и текстовые запросы мы дальше на пользовательском уровне обязательно описываем таблицы и ты буквы запрос сформированный нами в виде for comprehension превращается потом в абстрактное синтаксическое дерево первое дерево потом она многократно проходит несколько фаз там с подстановками заменами вот это дерево она многократно преобразуется и получается уже вот query компилятором и получается то же самое дерево те же самые типы данных но уже там все разрешены все проблемы которые могут быть вот в фронтами каждая база обладает своими особенностями и мы ну вот слик в частности не делает всех унифицированно по данного ребенку что все должны поддерживать такой-то искуэль а каждый драйвер может объявить свой вариант искуэля свой диалект искуэля и нам не надо поддерживать нашу про если мы хотим несколько поддерживать баз данных у нас нет необходимости писать много искуэль запросов на разных диалектах мы пишем на скале используем получаем нужный драйвер и там компилятор будет автоматически генерировать тот код который подходит для этой базы ну еще сэшн менеджмент значит хотелось бы для начала остановиться на том какая вообще концепция лежит в основе слика дело в том что если мы берем используем искуэль в базах данных то мы понимаем что так скажем он совершенно отличается от того кода который мы пишем но обычно мы пишем ну например императивный язык взяли java пишем там for и так далее на искуэль мы пишем что хотим и описываем условия которым должны должен соответствовать результат после этого уже субб д умные субб д там придумывает как нам этот результат получить строит план запроса говорит что в эту табличку на залезть просканировать отсюда на взять надо ключи а здесь надо хэш и там здесь индекс на включить то есть вот это принципиальное отличие то есть искали это описание что мы хотим а там обычно наш императивный код как его как этого достичь так вот насколько все это похоже то есть насколько искать похож на функциональный язык вот давайте посмотрим классическая революционная модель представляет собой ну отношение имеет представляет собой свакуумность атрибутов с их типами то есть атрибут тип это вот отношение дальше у нас есть кортежи данные где лежат да и колоночки вот и а и значит значение значение всего релэйш на это вот это вот это значение если то же самое представить на скале то в принципе можно найти много похожих вещей то есть если это все декларативно если поддерживается декларативное соответствие то действительно вот у нас описывается наше отношение вот у него атрибут тип атрибута это собственно relation конкретная таблица ну и описывается данные описываются данному здесь пример просто скала коллекции немножко еще про for comprehension то есть довольно часто встречающиеся понятия в функциональных языках чем это отличается от цикла for и кстати многие наверно знают да что цикла for скале нету вместо него есть что-то непонятно for comprehension так вот изначально был не форком приходишь на был сеткам при хэншин то есть в математике чтобы не перечислять все элементы всякий раз когда нам надо сказали что возьмем нечто который задает определенным слове и все и будем с этим работать как с целым математическим объектом не перечисляя все элементы то есть мы говорим что возьмем некоторое множество сожалению при конвертации в pdf по-видимому потерялись некоторые элементы здесь была фигурная скобочка здесь еще одна фигурная скобочка в остальном почти все то же самое вот значит возьмем множество элементов то есть первоначально возьмем множество исходное это называется генератор то есть множество натуральных чисел откуда берем берутся исходные вещи дальше таких элементов которые доверяют условия это фильтрация вот нас условия фильтрации и выполним над ними преобразование чтобы получить новое множество это отображение то есть элементы исходного множества отфильтрованные и выполнили преобразование вот это нотация вот эта нотация называется конструктор множества по английски это называется сеткам при хэншин или set builder вот тоже самое вот если посмотрят на это выражение и посмотрим на sql и посмотрим на скаловский код то мы увидим что это в общем то идентичные вещи в иску или мы говорим что откуда брать это у нас генератор условия отбора фильтр и отображение здесь пожалуйста ну еще здесь там проекция может быть там через несколько колоночек и здесь то же самое тоже есть генератор фильтр и пожалуйста отображение это то что как бы лежит в основе слика то есть наши компри хэншин и которые у нас искали они в целом концептуально соответствуют иску или то есть между ними нету вот этого концептуального различия когда мы берем каком хибернейт у нас есть концептуальное различие мы говорим что коллекция это список элементов которые лежат в памяти и с ними надо что-то делать именно когда как в памяти если у них дочерне то это должна быть вложенная коллекция хибернейт ну люди которые пользуются бреда страдает от того что на в базе одно описание а здесь другое то есть принципе работает с данными как-то получается но вот это есть несоответствие на концептуальном уровне несоответствия здесь у нас в скале скала в целом концептуально соответствует из куэлю ну вот ксс for компрекция что представляет собой абстрактное дерево какие там есть возможности ну вот во первых все дерево это все ноды здесь из нодов 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 одни вложены в другие ноды вот какие есть разновидности нодов ну например simple expression то есть мы можем при желании ну как при кастомизации до сделать simple expression и он будет ставлен как одно целое взяли и вставили simple function при генерации сколи будет имя функции вставлены и аргументы перед начали в скобочках для таблицы есть вот например два таких нода ты был нод это то что мы изначально имеем в своем запросе там будет только ты был нод а компилятор по ходу дела он вместо ты был нод подсайт ты был expansion то сюжет детально с расписанием какие там колоночки есть ноды которые что-то объявляют ноды которые имеют типы еще какие-то там значит узлы которые там для функций например унарные узлы там для функции с одним аргументом бинарные узлы с функцией с двумя аргументами тернарные есть comprehension это вот такой мега узел для всего 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 этого запроса то есть в принципе наверно можно было бы разбить это на несколько узлов но в этом слики весь запрос компрехеншен он представлен одним узлом там несколько параметров генераторы там фильтры там и так далее компрехеншен и отдельный insert то есть insert и делается отдельно потому что ну они отличаются то есть insert и они не компрехеншен и то есть компрехеншен это действительно вот такая объявляем но что они серты не объявляют то что мы хотим а у нас уже есть данные которые нам надо ставить поэтому insert отдельным узлом значит символы есть библиотека символов это все плюсы и минусы умножить там больше меньше равно стандартные функции все эти символы там описаны то есть такой большой файлик где просто созданы экземпляры символов для всех функций которые встроены в базе вот и на лету автоматически задаются анонимные символы то есть когда нам надо мы строим запрос и там под запросы с под запросами нам надо колоночки переименовать таблички переименовать вот для этих целей используются анонимные символы они на лету дают там коротенькое название x1 x2 x3 t1 t2 t3 типы ну с типами в принципе понятны потребности слика по-видимому потребовали создание своей иерархии описание типов то есть принципе в скале есть так тег теги и для рефлекшна скалы достаточно тех возможностей но поскольку из лику надо иметь соотношение между скала с комитивами и с типами на базе данных и надо представлять довольно сложные типы надо представлять кастомные типы в базе данных надо представлять вот эти тупые которые соответствуют таблицам там поэтому сделано свое описание типов это фактически мета информация о типах вот и практически везде у нас встречается такая конструкция как имплицит type type что такое то есть скаловский тип т и для него автоматический компилятор подстроит в эту мету информацию которая слику позволит автоматически все всю магию сделать так но это вот лифтит значит есть это дерево запроса а есть наши квери который мы строим с помощью for компрекшенов и вот этих for компрекшен они используют все унаследованы от одного там у нас все было от нода унаследована здесь все унаследованы от репа то есть реп это можно сказать так ну наверно коллекция или некий запрос типа т то есть у нас колонка там будет тип колонки если это у нас квери там с несколькими у колонки думают тупол вот и есть еще такая штучка называется маппит project на если мы какие-то вещи делаем на клиенте то есть мы весь запрос перегоняем на базу и у нас на этой стане остается только маппит project чтобы позволить результаты которые нам вернет ваза сконвертировать нужный нам тип нужен нам тип есть еще такая весьма сложная вещь это шейт дело в том что когда мы вот занимаемся строим сложные типы на с помощью слика нам необходимо иметь отображение вот этого нашего запроса типа запроса на простые типы данных которые у нас есть в программе то есть мы говорим что мы считаем из базы тупол int string string это наш примитивный тип который мы в скале непосредственно кушаем а запрос будет иметь вид вот этот вот реп там с колоночками со всеми делами вот эти два типа надо соотнести между собой для этого используются такие импельсит шейп и они есть для всех примитивных типов и для конструируемых типов то есть если мы имеем простой тип то он просто будет шейп шейп тип и колонка типа все нет проблем а для конструируемых тип допустим для пар он строит шейп который позволяет образить целиком пару путем конструируемого из дочерних шейпов ну вот такая вот конструкции поддерживается ну туплы поддерживаются и поддерживаются аж листы если кто-то пользовался шейп лаз то аж лист это такие бесконечные туплы вот всклики есть своя реализация этого аж листа ну чтобы видимо не тянуть зависимость на шейп лист так а вот это вот интересная штука скале есть возможность писать программы даже не тоже писать программа проводить вычисления на типах то есть можно объявлять функциональные ну функции на типах можно даже числа представлять на типах буллин и представлять на типах то есть это юринг полный язык который позволяет проводить там любые вычисления и тебе вычисления делает компилятор просвещать компиляции и мы получаем сразу результат и вот эти вот это механизм он позволяет нам что будет результатом этого вычисления будет какой-то тип то есть если у нас есть сложный запрос нам надо иметь возможность посчитать какого типа будет результат вот для того чтобы это посчитать используется целое семейства ну в стеке используется развитая алгебра ну не алгебра а инструментарий для работы с этими типами то есть мы же делаем запросы там колоночки из пар нам надо делать join значит надо объединить большой тип новый и все эти типы надо вычислять для того чтобы у нас работал intel essence для того чтобы у нас все замечательно работал не надо было из инсенсов приводить вот вычисление делалось вот с помощью таких вот замечательных функций вот это выглядит как будто как функция с двумя параметрами а на самом деле это тип тип аргумент имеет вот такую структуру это у которого есть несколько ложных типов кода здесь не генерируется байт кода здесь нету ну вернее байт код генируется для самого объекта а вот для всего этого байт кода не генерируется все это превращается скаловским компилятором в обычное дерево он это все первое пригонять типы и производит над этим над всем вычислениям если мы вызовем как бы этот тип передадим сюда конкретные параметры то он нам в конечном итоге посчитает какой тип в результате надо получить вот и вот ответы ответ этой системы вот здесь вот функции вычисляющий тип на вход подаем вот эти аргументы b1 bp1 на выходе получаем вот такой тип с подставленными параметрами в частности что это позволяет сделать есть такая проблема что в базе данных колоночки могут быть на лобу на лобу прекрасная замечательная функция но в скале они представляются типом option там уже роман говорил что вот эти нулы и общем да отличаются вот и самая большая проблема здесь в том что они отличаются не просто как бы в рантайме они отличаются по типам вы не можете получить значение полиморфным образом если она община ли она не община если бы используя снова искали то нул имеет тот же самый тип что и объект этот и у нас проблемы не было но если вы используете вы говорите что вот эта колочка может быть на ул то сли говорит так ребята здесь это может быть на значит обязательно используйте option если вы используете option то вам надо иметь возможность это дело автоматически конвертировать вот этот вот вот option маппер он как раз позволяет допустим функция имеет один аргумент аргумент вот вот фактический тип аргументов и результирующее значение вот это вот парочка арк и ту она позволяет ну вот например смотрите пример выражения вот это вычисление типа функция двумя аргументами 1 и 2 получает следующий она позволяет нам вычислить аргумент если колоночки на лобл или не на лобл то есть если хотя бы одна колоночка option то вот здесь вот на выходе будет тип option если обе колоночки не option у нас не будет примитивный то есть если мы где-то у себя в запросе написали там колоночка 1 прибавить колоночки 2 там колонка а прибавить колонку б если обе колонки у нас всегда гарантированными значения not now у нас на выходе будет простое число просто складывается и все если какая-нибудь из них может быть option у нас происходит ну пропагейшн и причем этот ну пропагейшн происходит на уровне типов и мы на выходе получим уже общину результат если какая-то из этих колоночек было нал то мы на выходе тоже нал получим вот такая вот интересная штучка а ну вот там пример пример использования этого dsl вот этого то есть мы используем некоторую функцию ну операторы в скале естественно метод да вот объявлен метод и вот у него два аргумента левый аргумент имеет эту парочку типов и правый аргумент имеет тип вот сюда пришел правый аргумент p2 и вот мы для него вычисляем а результат функции будет буллин и какой-то r и вот этот тип и будет либо буллин либо option буллин зависимость того что у нас передали на вход так я думаю что это мы можем пропустить о драйвер значит все это прекрасно вы можете пользоваться ну то есть вполне возможно польза сликом непосредственно то есть берем получаем драйвер объявляем таблички и пользуемся на здоровье вот и в принципе все задачи решаются есть что-то не решается сворачиваем к текст экскурилю и все замечательно но иногда хочется чего-нибудь сложного например свои кастомные типы в базе 1 дальше мы хотим чтобы они автоматом мопились на наши типы которые в программе 2 дальше мы хотим чтобы при джойне вот мы делаем джон как он шивон проходил у нас на стороне базы и сразу все нужны типы нам конвертировались дальше что мы еще можем захотеть мы хотим таблички не задавать их с помощью класса а собирать их с помощью трейдов из разных табличек 3 мы хотим иметь возможность воспользоваться функциями позвистом наследованием табличек и не просто наследованием а объявляем у себя куски таблиц будущих а потом строим одну общую табличку которую наследована от этих кусочков чтобы наши отношения которые мы в программе имеем они имели такое же соотношение с тем что у нас в базе вот если мы вот этого всего хотим то нам надо использовать ну немножко подхачить драйвер к счастью слик написан с используем кейк паттерна и причем там кейк паттерн ну просто потрясающим образом реализован там сделано с его помощью ну практически все это что означает это означает что драйвер можно разобрать на кусочки элементарным образом и тут же его собрать и можно любой кусочек заменить можно переопределить перекрыть то есть там предусмотрены все возможно для того чтобы можно было кастомизировать любой абсолютно аспект работы слика можно в компилятор строить фазу компиляции как уметь который делает нужной нам оптимизация если мы увидели что ага вот здесь слиз не очень оптимально у нас делать можем добавить такую оптимизацию вот как в целом устроен драйвер драйверs пакет паттерна состоит из кучи трейдов и третий имеют два таких вот как бы две разновидности компонент и профиль вот компонент это что-то небольшое и обычно из этих нескольких компонентов набирается целый профиль то есть профиль это чему это как бы внешний интерфейс внешний интерфейс драйвера то есть что он поддерживает и в профиле там будут такие публичные функции публичный какой-то интерфейс а компонент это по сути ну наверное реализация всего этого счастья то есть мы можем подключить компоненты получили профиль вот и в драйвер драйвер вот это еще разновидность да это уже конкретика то есть мы берем допустим драйвер подгарится или драйвер голову gdbc драйвера какого-нибудь с минимальным набором возможностей или драйвер какой-то другой базы это уже конечный результат который мы получаем ну и соответственно если мы делаем кастомизацию какую-то то мы на выходе тоже получаем драйвер значит вот это иерархия наследования подгресса то есть у нас есть драйвер подгресс вот он в конце там объявлен подгресс он наследуется gdbc драйвера от esql драйвера поддерживает такие-то компоненты профили и вот здесь такая вот иерархия наследование выстроена причем подгресс унаследована от gdbc дебе силы поддержит от esql а а esql относится к релэйш ну и вот это вот иерархия там появляются новые фичи то что подходит для любых источников в релизо цивилизационной структурой объявлены в релэйш ну то что подходит для esql источников это что для gdbc например вот релэйш ну профайл используют для memory драйвера уж memory драйвер он просто базу до базу данных эмулирует в памяти ему не требуется перегонять все в esql он в памяти себя хранит в каких-то коллекциях вот и не требуется ему пригонять в esql поэтому он у него не будет вот этих возможностей по кастомизации именно esql и только вот у него будет реализовываться релэйш на профайл мы могли бы теоретически обращаться к базе не через gdbc а какими другим способом ну отправляя на какой-нибудь веб-сервис тогда нам надо было бы реализовывать вот этот скольп профайл без gdbc вот но в принципе вот как бы послез у на он всем всем вот этим все это наследует значит как устроено кейк паттерн как это потом на выходе попадает к пользователю вот мы взяли драйвер собрали его из нескольких слоев каждый слой что-то свое делает как это все донести до конечного пользователя до конечного пользователя доносится таким образом объявляется переменная simple которая имеет некоторый тип simple ql и в этот всем simple ql объявляются те вещи которые будут доступны пользователю пользователи когда импортируют драйвер он пишет импорт драйвер . simple . подчеркивания и все он получает полный ассортимент типов методов там классов чего угодно другого то что мы ему сами собрали и дальше мы в каждом нашем компоненте который хочет что добавить просто перекрываем этот симпл ql и вот эту переменную симпл просто в районе то здесь мы объявили свой свой трейд добавили пожалуйста там какую-нибудь функцию ну например там которая берет там ну я добавлял например функцию и стейбл экзист которая с помощью пользоваться проверяет там какие-то вещи в базе взял добавил вот вот такая функция из и стейбл экзист и перекрыл и все она у меня доступна уже везде где я пользуюсь этим драйвером кроме таких вот типизированных вещей которые нам не доступны через точку мы можем захотеть но поскольку мы можем драйвер любой использовать при работе программы мы можем захотеть ну у себя то есть наша программа прикладная драйвер отдельно лежит и программа может быть запущена на разных базах мы можем запросить ее драйвера какие возможности он поддерживает например поддержит ли он absurd of data run серть до можем запросить и он нам скажет вот текущий драйвер которые сейчас вот вы запустились вот ваш драйвер да он не поддержит или набор то он поддерживает или он поддержит но там делает то есть мы можем запросить прибили тискx вберете просто сид ну по сути строк набор этих строк который мы можем запрашивать но они строки обернуты в classic кейс classic вот это для того чтобы мы вратами могли драйверы менять через конфиг например значит компилятор выглядит примерно так наверное это в простом варианте да то есть строится вот это а если дерево query компилятор прогоняет множество фаз которые выполняют подстановки и получает на выходе тоже дерево то же самое дерево то есть те же самые типы те самые ноды но уже там разрешены все сложности а после этого уже идет перегоняется в скуэн с помощью драйвера и мы обращаемся к базе вот такие фазы есть в компиляторе который подвес драйвер обеспечивает то есть ну например он подставляет определение табличек или там которые сбоку лежали подставляет и определение в сам саму дерево дальше все обозначает своими уникальными именами то есть изначально дерево мы представляем без имен у нас непосредственно тейбл а если в запросе таблицы участвует несколько раз то у нее должно быть отдельное имя поэтому вот этот компилятор каждому из случае используем таблицы дает свое имя выводит типы ну прям как скалы компиляторы скалка блять наверно как-то похоже делать и так далее и вплоть до фазы коды ген вот эта фаза коды гена она уже каждым драйвером определяется индивидуально то есть вот к этому моменту у нас уже основная работа по компиляции закончилась то есть запрос полностью оптимизированы готов к работе и конкретный драйвер пожалуйста генерирует уже сквозь для доступа в базу а значит какой тип типы он то есть фаза каждая фаза компиляции имеет обычный простой функционал тип бьет на входе дерево и на выходе тоже дерево возвращает путем фактически перезаписи его компонентов так все это прекрасно то есть я еще раз хочу сказать что слик замечательно работает и вот как вот из коробки взяли поставили работает и все основные задачи решаются замечательно когда нам хочется чего-нибудь странного тогда мы начинаем заниматься расширением вот но слава богу там есть несколько уровней сложности расширения некоторые вещи делаются 1 1 строчкой то есть например добавить свой тип взяли строчка добавили все пожалуйста типа поддерживается для некоторых вещей приходится в драйвер залезать вот но это все довольно все несложно значит что можно делать как бы из коробки функции в базе данных самих сами и написали хранимую процедурку записали туда в базу все она нам становится доступным путем одной строчки объявления типы которым есть непосредственный маппинг ну в частности для и дешников нам иногда хочется вот у нас в базе лежит одичник int или long а мы хотим чтобы он у нас был например какой-нибудь юзер id или там какой-нибудь supplier id или так далее да то есть нас кастомный тип он очень легко мапится есть также композитные типы то есть если мы на стороне базы имеем допустим пару какую-то а мы хотели много подвес поддерживает сохранение в колоночку ни одного числа а тупов например или там целых роу то есть это возможность подвеса вот то мы хотели бы чтобы это целиком мапилось к нам в наш тип который тоже кейс класс который имеет им такую же структуру это поддерживается расширением слика pg слик дальше по языке гиперезультатов тоже несмотря на то что слик не является урмом object relation mapping довольно часто нам хочется запросили табличку и получили список объектов уже готовых это ну довольно частая ситуация не всегда нам требуется вам джойны какие-то не всегда требуют какие-то сложные условия часто бывает отобрали и дайте нам пожалуйста объекты готовы поскольку это часто встречающая ситуация то это встроено прямо вот непосредственно в объявление таблицы то есть можно в объявлении таблицы для того чтобы брать вот этот вот объектик сразу используют этот mapping то есть с помощью конвертилка который вставляет объекты и вот и вытаскивает объекты то есть тут такой момент если мы делаем сложный запрос то он нам даст универсальный типу тупые ли аж листы и так далее а если у нас простой запрос вытащить там список персон то он нам вернет наши объекты мы можем привязать какую хотим мета информацию например комментарий к таблицам то есть из коробки слик не поддерживает комментариев видимо они не не всем нужны а мы например хотим поддерживать комментарии мы можем добавить свой column option и там будут наши комментарии мы можем вклиниться в db builder это data definition language то есть код который генерирует нашу табличку в частности для того чтобы наследование таблиц поддержать да нам надо на этапе создания таблиц туда дописать кое-что свой сквольничек нам надо вот эти вещи перекрыть вот ну это понятно да генерация скволь значит как выглядит добавление своей кастомной функции ну здесь длинные сквольничек который мы засовываем саму базу create function по дате рождения вычисляем на стороне базы какое-то вычисление делаем и возвращаем это написано по моему на языке типа пг пг сквель на такой вот это все завернуто в такой тип называется ddl ddl тип такая очень забавная штука которая аддитивно позволяет нам построить схему всей базы то есть мы объявили кусочек где-то здесь объявили функцию там объявили табличку там объявили какой-нибудь запросик view какой-нибудь объявили то все это вот мы объявляем в разных местах но с помощью всего лишь операции плюс плюс мы это все собираем в один большой ddl который ну содержит полностью все объявления все наши объявления из чего он состоит он состоит из двух фаз создания и двух фаз удаления почему двух фаз потому что у нас должны сначала создать таблицы например а потом индексы или например сначала таблица потом в юхе чтобы вот эту зависимость нам обеспечить оказалось всего достаточно двух фаз создания двух фаз удаления то есть то что у нас независимо остается мы все делаем в фазе 1 она прогоняет сначала а все что зависит от других таблиц мы делаем в фазе 2 и она прогоняет старых после того как первых вас закончилась то все достаточно прямолинейно вот вот у нас и вот у нас сликовский способ импорт этой функции да на входе и на все как только мы это не видели это функция становится доступна у нас в наших клэй и работать она будет на стороне базы то есть если где-то у себя написали get reach то этот get reach ну в нашем клэйе да он попадет в это дерево дерево кондирируется в склэйе в склэйе будет заменен так как get reach отработать на базе мы получим уже ответ а ну вот пример как это выглядит запросе то есть мы берем персону тут наверное не очень удачная нет а нет персоны точка map вот я промахнулся персоны точка map для каждой персоны применили функцию get reach в точку date of birth то есть мы здесь построили довольно таки выражение ну на скале это нормально но все это придет потом восходит будет пара получена сгруппируем по по возрасту людей да и посмотрим сколько у нас людей такого-то возраста вот у нас весь наш запросик пишется чисто на скале с проверкой типов во время выполнения и гарантированно работает на базе то есть если бы мы написали склэйе то мы без теста ничего про него сказать не можем а здесь у нас компилятор нам все проверяет и гарантирует что если вам удалось вот это чтобы написать и скопилировать то у нас железо будет работать так типы обертки типы обертки объявляются вот тоже одной строчкой она правда не красная но одной строчкой объявляется если у нас в базе решетлон а мы хотим myID получить вот пожалуйста объявили одной строчкой и дальше мы этим типом myID можем свободно пользоваться приводить к этому типу и сник автоматически будет эту конвертацию и это когда мы хотим map то есть если у нас есть какой-нибудь кейс-класс наш обычный кейс-класс то мы можем убить табличку которая нам будет возвращать сразу персоны и вот этот персон если мы делаем run то у нас будет sequence персоны все простая задача получения данных легко решается для кейс-классов есть встроенная такая штучка называется tuple это не свойство кейс-классов это свойство трейта function то есть у каждого трейта function в скале есть вот такой метод tuple это значит если у нас function 2 то можно с помощью этого метода получить function который принимает tuple функцию имеющие два ромена то есть мы одну функцию превратили в другую то есть вообще говоря function это функция принимающая три ромена а вот это получается функция принимающая на код 3 вот unimply это метод который используется штатно он позволяет нам получить объект персонов и на выходе получить 3 ну общий вот то есть если у нас тип не кейс-класс то нам нужно просто предоставить две функции одна из тупла превращает другая в принципе задача еще такой момент если у нас какая-нибудь огромнейшая база данных допустим таблица гигабайты сотни гигабайт то кейс-классы нам не очень хороши потому что они вот мы создали нютку и вот у нас вся схема будет завалена маленькими объектами для xml как люди обычно поступают вместо дом-модели используют сакс-парсер который обрабатывает по ходу дела в слике мы можем объявить не балами а барами и у нас будет реюзаться один экземпляр то есть это именно для огромных баз данных мы берем один экземпляр там немножко 70 отличается для того чтобы он реюзался и тогда мы делаем и всю огромную базу с помощью одного экземпляра перелопачки вот это позволяет нам исключить релокации полностью компонентный тип а ну это то что поддерживает предприятие точно так же мы в офисе задаем клей type имеющий два аргумента . x y у нас кейс-класс который соответствует и все вуаля у нас автоматически будет конвертация при вставке и при получении данных все работает из коробки что еще поддерживает этот стикпг это писал не зейбер а кто-то не посмотрел но поддерживает множество вещей которые в офисе такие специфические допустим range type поддерживает json вот он json поддерживает причем он поддерживает несколько скалов для тех которые работают в джейске то есть мы можем автоматически сделать библиотеку которую мы используем фунт тех поддерживает наследование наследование вот этот slickpg поддерживает ограниченно поэтому мы наследование а сюда говорим какие еще дополнительные элементы нам требуют вот как мы делаем например колонки новый тип колонки my method data то есть мы хотим с колонкой в табличке сохранить method data например комментарии вот пожалуйста мы создаваем компонент который потом приклеится в драйвере в этом компоненте мы перекрываем полом то есть уже в предке объявлены всевозможные опции перекрываем вот и перекрываем метод который возвращает экземпляры вот наша metadata класс и мы имея таблички можем при компиляции например когда мы генерируем и эту методату используют коммент формирование коммент description и так далее а вот у нас как раз даже и как мы клиниемся в задании SQLite то есть SQLite формируется в виде dds то что мы раньше смотрели и в частности мы можем подхачить temporary tables то есть мы каким образом говорим что табличка temporary либо буликских свойствах либо trade и обращаемся к уже существующему генератору он нам все замечательно просто заменили на temporary tables и все прекрасно работает и вот у нас пожалуйста новая фича у нас драйвера поддерживает табли так генерация ну вот более интересный случай такой поддержка это и лайк так дальше так скобочка для того чтобы мы не пересекали с соседями вот и все а за все остальные операции мы отдаем один то есть мы здесь отсекаем только те которые мы умеем обрабатывать для них генерируем используем а за всеми остальными операциями ну остальные сами используем вот и дополнительно мы хотим чтобы удобно пользоваться этим мы добавляем метод и лайк то есть пишем колоночки вместо .like нажали точки там можно было выбрать тоже пожалуйста взяли и строили соответствующий классик и добавили новый метод и вот этот новый метод окажется в нужном месте в нужное время то есть мы пишем себе наш замечательный запасик скажем person например пишем person name точка и у string он extension метод то есть вот этот топлив для колоночек у которых тип строка у него обязательно появится метод like который мы сможем таким образом так на этом в принципе я уже практически закончил что хотел бы подчеркнуть значит принципиальное отличие Sleek от ORM то что он functional relational и чем это хорошо тем что вот эти функциональные comprehension они в высшей степени соответствуют значительной степени соответствуют самому используя то что мы пишем на скале оно очень похоже на то что получается в конечном итоге с концептуальной точки зрения Sleek имеет исключительно красивую архитектуру которая просто мне понравится потому что библиотеки бывают разные но вот этот Sleek очень модульный раскладывается на кусочки в любом месте можно что хочешь перекрыть и все сразу подплатывается и работает целостность получается из-за чего из-за того что фактически человек пишет у тебя в голове все это варится и он дает хороший целостный результат и вот этот язык который получился Sleek фактически сделал свой язык язык ну три скалы этот язык не Sleek однозначно он не похож он по выразительной мощности соответствует Sleek но он не похож потому что свой особый его надо к нему привыкать осваивать он наказывает если мы что-то неправильно пишем то есть с Sleek с Sleek надо сначала запрос и он в принципе тоже выражается а если мы на Sleek пишем то у нас идея подсвечивает и красит и запросы работают из коробки то все работает вот значит сам Sleek лежит на диккабе open-source и на тайцепе есть документация и все остальное и сейчас на днях выходит версия 3.0 то есть они обещают сегодня-завтра так ну в общем все вопросы миграция поддерживается значит для миграции мы написали со своими библиотеками в Sleek есть в play тоже поддерживаются вот мы написали свою делегуру и может мы даже за open-source потому что она получилась достаточно плохой да поддерживается а вот что такой момент если апдейты идут отдельно а если приходится объединять с апдейт с каким-то запросом то тогда уж написать сквель как в этом случае значит как сделаны здесь апдейты значит вот у нас есть comprehension а после него делается апдейт и делит они поверх comprehension то есть все что мы можем вылить с помощью select поддерживается в этих апдейтах и делитах ну понятное дело что база данных не все можно поддерживать но апдейт и делит с ними как бы меньше всего вопрос то есть с помощью comprehension мы можем все что угодно сделать если она апдейта то мы его правдейтим вот с insert там может быть несколько посложнее потому что insert он стоит обособленным он в comprehension не укладывается если мы что-то вставляем мы вставляем и вставляем в какую-то таблицу или во что-то более-менее конкретное то есть вставить в query мы не можем насколько я понимаю ну или это может быть в какую-нибудь view может быть в него можно вставить то есть с обедными видами там все как бы дано есть ли какие-нибудь задумки там не знаю может быть на будущее или как-то можно прикрутиться к новой скейлбазом данных в лобхо джин например манго диби манго диби что-то в этом вроде ну это наверное автор но сама архитура ничему не противоречит но надо заметить что допустим в манго диби там же нет такого разных средств как в обычном SQL и поддержки даже если мы сможем выделить наш запрос но что этот манго диби сможет сделать то есть сможет его исполнить там же нет такого мощного движка с серьезными планировщами если у нас есть конкретный адрес документ мы взяли вытащили и получили все а что-то сложное нам наверное будет трудно ну в принципе вот если так можно взять и поиграться со сликом на обычной инновационной базе то можно написать драйвер и это не сверхсложно для многой диби мне кажется что это вполне доступно если это какой-то директор не ведется то это но это ломает все задумки статически типизированного языка в ланге же мы можем положить все что угодно в документ ну документ смотря какие наши приложения то что мы можем положить много а у себя в программе мы должны как-то это представлять все равно классными типами объектами если у нас документ представлен строкой ну да строка а если у нас документ имеет какие-то атрибуты можно разложить допустим в JSON разложить автор документ все это разложить вот это мальчинка все равно надо где-то делать конвертацию там лежит текст нам сюда такую конвертацию пожалуйста можно делать на слик слик он программный то есть если мы работаем с документом как с организованной вещью то слик нам поможет то слик ну вот снова сказал понятнее а вот сугубо такие реализационные вещи а с joiner это что-то как-нибудь может работать да с joiner работает на объявление превосходное значит как он слабилки нету такого но с joiner работает мы берем какой-то quale 1 с условиями еще очень построили какой-то запрос берем второй запрос который делает там релэйшн то есть получили два релэйшн именно на стороне слика да то есть какие-то слои надбора с projection получили два потом мы соединяем их с помощью одной операции join просто написали join и мы уже получаем уже получаем отношение тупол состоящих из двух элементов слева тупол и справа ну и указываем условия фильтрации то что должно попадать количество здесь совпадает с ними и все то есть мы получаем новое отношение которое мы можем также потом затронить еще куда-то или заматывать или еще что угодно сделать то есть все возможности ну и соответственно есть join finish join out join раз и он автоматически с общенами работает то есть если мы говорим допустим будет второй то первый компонент будет как есть а второй будет option то есть его может не быть так все нужно вопрос а вот по поводу того какой генерируется SQL вы посмотрели не приходится насколько он корректный или значит в нем есть логинг vslf4j включаете орган дебаг и он все подробно пишет что делать как делать куда делать почему делать все подробно пишет при подседении базе другой логер тоже пишет что произошло как какие результаты то есть все очень замечательно поглюдаем SQL который он пишет замечательно корректный но например везде кавычки вокруг всех поверь поскольку мы имеем у себя соглашение о том чтобы давать имена америка вы у нас snake то есть нам кавычки не нужны он их везде делает ну в принципе ничего страшного и главное если нам это сильно нас будет беспокоить то мы можем вклиниться в этот вопрос и убрать этот кавычки но пока не убираем дальше он дает имена когда таблицы несколько расходятся он дает имена T1 T2 мы может быть захотели бы какие-нибудь имена более очевидно подобные но поскольку он это автоматически генерирует ну в принципе не страшно пока с такими проблемами чтобы он там что-то некорректно посчитал такого у нас пока нет а по поводу производительства если у меня был опыт когда был простой запрос я на всех его написал а он работал медленно когда глянул скейли там было жуткое какое-то количество скейлифона на два экрана и он реально медленно работал то есть я как бы глубоко не копал но вот ну значит запросы то есть у него выразительная мощь неограниченная если мы построим запрос который меняет несколько join'ов несколько таблиц то он его сформирует в правильный сплей и отправит на вас и он действительно будет работать долго то есть у него есть фаза оптимизации есть но нельзя сказать чтобы эти фазы были прям все наши задачи могут покрыть в принципе если такая ситуация возникает переводки работать запрос или там какие-то хранимые функции делать еще то есть это вопрос решения производительность конечно не серебряная бунь если у нас задача сложная то она будет сложной решать есть здесь тонкий нюанс связан с тем что процесс компиляции запрос он же как выполняется если мы используем этот лифтинг то процесс компиляции выполняется в рантайме и надо для того чтобы это многократно не делать надо написать по компайлу тогда он это lazy скомпинированный запрос мы его описали после этого пишем компайл и вот этот скомпинированный запрос компилируется при первом вращении скомпинировался запомнился и все последующие работают уже через prepay statement замечательно то есть уже там готовый сплей prepay statement если это конечно то все вообще прекрасно то есть по производительности ну вот у нас задача наверное может не такая сложная с большим количеством поэтому с производителями мы пока не сталкиваемся проверим поддерживать например batch insert то есть если нам надо закачать балку какие-то данные то мы их берем вставляем и они полетают туда замечательно для перелопачивания большого количества используют фастпасс когда мы можем важные и перелопачивать все без локаций ну кажется все да? все ребята вы получите вопросы ну что ж спасибо большое спасибо вам что пришли вот еще раз призываю вас подписываться на наше сообщество